Так, перед нами итальянское вино Мессер Дел Фауна, 2017 год. Урожай сбора Негро Амара, регион Апулия, достаточно интересная область Апулия, Италия, считается винодельческой. Выпускает, если со всей Италии брать, около 70-75% всего вина. Хотя раньше считался этот регион неперспективным, и вино там не ценилось, было дешевым. Но сейчас ситуация исправилась, и перед нами данный образец, достаточно интересный виноград Негро Амара. Местечковый, темно-красный, как некоторые описывают, черный виноград для производства именно вина. Но его, как в некоторых источниках пишут, этот виноград добавляет для его смешения с другими сортами винограда. Но в данном случае это 100% именно данный виноград сорта Негро Амара. Перед нами этикетка, которая гласит, что это вино защищенного географического указания категории IGT, региона Пулия, Красное Сухое. Другие говорят, что это регион Апулия, Пулия, ну не важно. Итальянское высококачественное вино, изготовленное из винограда сорта Нетро Амара, 100% виноградовую, выращенную в регионе Пулия. Обладает насыщенным красным цветом, с рубиновыми отблесками, приятным ароматом лесных ягод, с нотками красных фруктов и дикой вишни. Гармоничный мягкий вкус сопровождается великолепным фруктовым и очаровательным долгим послевкусием. Сочетается с определенными сортами мяса. В общем такая история, сам этот регион Пулия, Пулия и данный сорт винограда. Пробочка от вина была не пластиковая, а натуральная. По крайней мере, такого она вида. Что мы здесь имеем? Изображения какие-то, виноград, листочки. Ну что можно сказать по итогу про данное вино? Мессер Дел Фауна из сорта винограда Негра Амора. Так себе экземпляр. Типичный может быть, ну не совсем типичный, но по крайней мере стандартный образец красного сухого вина. Каких-нибудь запоминающихся моментов в данном вине для себя я не отметил. Второй раз брать подобное вино я не буду. Чуть-чуть, но знаете, запах отдает не кислинкой, но ближе к этому именно. Хочу сказать, повторить еще раз типичный экземпляр, представитель красных сухих вин. Некоторые, естественно, отмечают, что настоящее вино и их мнение сводится к тому, что должно быть сухим, а не полусухим. Ну полусухим это крайний вариант, но ни в коем случае не полусладким, тем более сладким. Но сухие вина, не знаю, к ним я еще особо так не проникся. Надо пробовать, не сказать, что у меня опыт огромный, но тем не менее, вот такой экземпляр я брать больше не буду. Так, перед нами неплохой экземпляр водки Старлей. Кто любит ее кушать, как некоторые считают из всех сортов вина, я предпочитаю водку. Она на спирту Альфа, очищена на серебряном фильтре. Кто разбирается или кто не разбирается, то лучше и предпочтительнее приобретать обсуждаемый напиток, который сделан именно на спирту Альфа, а не на спирту Люкс. Он считается более мягким, без последствий и так далее и тому подобное. В общем, почитайте, кто считает нужным. Указанный экземпляр, бутылочка объемом 0,7 литра приобретена в магазинах красная и белая. В принципе, по отзывам, жидкость показала себя нормальным, голова не болит, человек чувствует себя очень хорошо, ну за исключением определенных нюансов. Где мы, там победа 0,7 литра в магазине красная и белая. У нас водка Альфа Столковская на спирту Альфа. И вот здесь понятие, те, кто не в теме, содержание метанола на спирту Люкс 0,02, а на Альфе его меньше. Тоже неплохой вариант, выпускает Баш Спирт Альфа, купленная в магазине красная и белая, в районе стоила 250 рублей. Объем 0,5 литра, пятое поколение на спирте Альфа. Серебряная фильтрация на зерновом спирте, хотя некоторые отмечают, что спирт Альфа у нас не очень хороший, тоже контрафактный встречаются экземпляры, но это, по крайней мере, лучше, чем Спирт Люкс.